На сегодняшний день в городе Самарканде Махали разделены на 11 округов. В каждом из них действуют рабочие группы, в чьи обязанности входит изучение проблем населения социально-бытового характера. В начале июля прошло первое собрание руководителей округов по инициативе хакимиата Самаркандской области, где о результатах своей работы отрепортовал четвертый округ. На протяжении 5-6 лет наши жители страдали от отсутствия природного газа. Недавно в Махале-Халкабот была проложена газовая магистраль протяженностью 240 метров. Кроме этого, со стороны председателя периодически оказывается поддержка малообеспеченным семьям. Так, детям, собирающимся в школу, были подарены теплые вещи и школьные принадлежности. Хочу подчеркнуть, что аксакалы не просто сидят, ожидая от государства поддержки по благоустройству их территории, а вносят свой посильный вклад в это благое дело. Второе собрание состоялось спустя полтора месяца. На сей раз докладчик – руководитель первого округа. Рабочей группой была изучена ситуация в 15 махалинских сходах граждан, таких как Урта-Ходжасуат, Юкори-Ходжасуат, Сарты-Панна, Бухчион и другие. В результате были выявлены различные недостатки. В округе всего 130 улиц. На представленном плане проекта «Махали-Янги-Кургон» красной линией отмечены дороги, нуждающиеся в капитальном ремонте. Как видите на карте, нормальные дороги с хорошим асфальтом отмечены зеленым цветом. Их протяженность составляет всего 1,172 км, а 2,827 км дорог требуют капитального ремонта. Мы вместе с аксакалами и председателями «Махалей» беседуем с жителями в каждом доме и разъясняем, что нужно объединить усилия и привести внутренние улицы в порядок. В данное время уже начали прокладывать асфальт на основной части. Всего планируется заасфальтировать 9 км дорог. Руководитель области потребовал отнестись к ремонту дорог со всей ответственностью, чтобы спустя пару месяцев не приходилось переделывать заново. Также было рекомендовано избегать в докладе статистических данных и действовать более конкретнее, то есть определить, какие работы реально выполнимы и будут реализованы государством и организациями, а какие – самими жителями. Участников встречи проинформировали относительно проводимых мероприятий по сбору мусора. В «Махалях» запущена сигнальная система. Но пока работа в этом направлении не на должном уровне из-за недостаточности мусороуборочных машин. Их количество на сегодняшний день составляет 53 единицы. Глава Вилаята заверил, что в ближайшее время будут закоплены еще 80 мусороуборочных машин. Было отмечено, что на сегодняшний день долги у населения за вывоз мусора составляют 550 миллионов сумм, и 11 тысяч человек не учтены в базе государственного унитарного предприятия «Маракан-Тубот». Также были обсуждены вопросы бесперебойной подачи электроэнергии, природного газа, питьевой воды и другое.